Рада всех приветствовать на канале верушка и ее большая семья и так у нас середина июня и мы едем на рыбалку. Может быть вы слышали, что рыбалка в Германии не такое уж спонтанное дело для любого желающего и что для начала надо получить соответствующий документ, который будет указывать, что вы выучили теорию и знаете как ловить рыбу и какую. Эта информация достоверна, но существует и другой способ рыбалки на так называемых частных озерах, где рыбу специально выращивают и запускают для любителей рыбачить. Для того чтобы рыбачить здесь не нужно никакие документы и ты платишь лишь за вход на территорию, а потом при выходе за пойманную рыбу. Вот именно на такое озеро мы сегодня попали. Находится это озеро в городке Бадзальцунген в земле Тюрингея, что граничит с нашей Гессен. В общем, приехать нам пришлось чуть более ста километров и выехали мы достаточно рано, потому как часы открытия его только по выходным с 8 до 5 вечера. Но все стараются приехать как можно раньше, чтобы занять лучшие места. Место здесь очень живописное, но уже на входе виден знак, что отдыхать здесь можно только тем, кто собирается рыбачить. Конечно, это не мешает членам их семьи расположиться рядышком и наслаждаться красивым видом. За вход мы отдали по 3 уэра за каждого взрослого человека. Потом прошли мимо вот такого вот интересного бассейна, бассейна. В данный момент пустого, но явно для рыбы. Прошли мимо хозяйского дома. Здесь я про себя отметила, что люди здесь живут очень креативные. Это выражалось и в оформлении самой территории и даже в дизайне дома. Кстати, вот здесь можно купить напитки, если вдруг вы не взяли их с собой, ну или стало настолько жарко, что все свое питье закончилось. Но насчет жарко, по ему огромному сожалению, нам приходилось только мечтать. Погода была довольно-таки пасмурная, хотя иногда выглядывающее солнышко вселяло в нас надежду, что все-таки еще распогодится. И вот мы на месте. Именно здесь наши рыбаки решили закинуть удочки. А пока они расчехляли снасти, я решила оглядеться и увидела, что вся территория обнесена вот такой вот, пусть и невысокой, но колючей проволокой. А еще я дошла до конца, так сказать, рыбацкой зоны. Посмотрела на камыши, довольно-таки непроходимые. А еще обнаружила вон там вот уточку, что вселяла надежду, что значит и рыба там есть. И остается только иметь немножко терпения. А вернувшись назад, обнаружила, что уточки уже в полной боевой готовности и ждут рыбу, которая готова попасться на крючок. Честно говоря, рыбак из меня никакой. И я даже не поддалась на уговоры родственников попробовать себя в этой роли. И проверить правила, что новичкам обычно очень везет. Поэтому я просто любовалась природой, дышала свежим воздухом. И знакомилась с диковинным для меня снаряжением. Как вот этот готовый и ждущий своего времени садок. На тот момент, когда рыбы станет много. Но рыбы пока не было вообще. Как у нас, так и у рыбачащих справа и слева людей. При этом рыбаки, как я видела, пробовали разные техники. Постоянно меняли насадки. Но, к сожалению, это тоже не помогало. Вот я здесь поснимаю, как набивают кормушку. Интересной смесью, которая пахнет печеньем. А теперь все это угощение отправится на глубину. Ситуация с рыбой, меня как человека не рыбачущего, а отдыхающего на природе, не очень расстраивала. Хотя я и понимала, что с каждым часом шансы нажаренных карасей на ужин все уменьшаются и уменьшаются. И да, мы проголодались. У родственников оказался собой вот такой вот славный складной столик, на который мы выгрузили чай, сэндвичи. Помидоры, котлеты. И очень неплохо перекусили. А потом рыбаки еще раз попытали свое счастье. Время шло. Несмотря ни на какие ухищрения, рыба не клевала. Поэтому, сошедшись на том, что, скорее всего, виновата атмосферное давление, мы стали собираться домой. А я решила еще раз заснять место, где мы провели несколько довольно приятных часов. И поснимать вот березки для тех, кто считает, что их нет в Германии. А еще засняла для вас вот такую вот походную рыбацкую сумку, в которой хранятся разные нужные принадлежности. Я вообще не знаю, правильно ли я назвала ее сумкой. Даже больше похоже на многослойный сундук. Если вы знаете, как правильно называется это снаряжение, напишите в комментариях. И вот еще один самый большой отдел. А здесь уже зачехленные удочки. По дороге домой я любовалась природой, солнечными батареями и ветряными мельницами. Наша поездка подходила к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами. Я желаю всем удачных выходных и новых впечатлений. И, пожалуйста, не выключайте. Впереди всех терпеливых ждет небольшой сюрприз. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!